Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами известных, ну и не совсем известных, возможных художников, не таких популярных, не таких, которые на слуху. Крис Пейн Ван Де Пасс, Старший или Де Пасс, был голландским издателем и гравюром и основателем династии гравюров, сопоставимых с семейством Вирикс и Саделлерс. Я беру данные из переводной википедии. Большинство их гравюр были портретными, титульными страницами книг и так далее, относительно небольшим количеством крупных повествовательных сюжетов. Как и у других династий, их стиль очень похож и трудно отличить друг от друга из-за отсутствия подписи, даты или свидетельства местонахождения. Многие из членов семьи могли создавать свои собственные проекты и оставили рисунки. Крис Пейн Ван Де Пасс родился в Зеландии, обучался и работал в Антверпене, в то время центром мира гравюры, с чрезвычайно продуктивными мастерскими, производящими работы для издателей с отличными механизмами распространения по всей Европе. К 1585 году он был членом гильдии художников Святого Луки. Работал с Кристофером Плантеном. Большей частью это была работа по гравировке картин Мартена Де Восс, за которой вышла замуж племянница жены Магдалина Де Бок Крис Пейн. Де Пасс был Аннабаптистом, Аннабаптист это христианское движение, которое рассматривает себя как отдельный ветер христианства. Это сделало его положение особенно трудным, как написано в Википедии. Сначала он переехал в Ахен, пока оттуда не были изгнены протестанты. Он начал свой собственный гравировальный и издательский бизнес в Кёльне в 1589 году. У Утрехте примерно в 1612 году он создал гравюры для английского и других рынков. Кстати, там же он умер в 1637 году. Семейная гравюра не редкость и хорошо представленная в большинстве типографии национальной портретной галереи в Лондоне. У Крис Пейна было четверо детей, которые были также известными граверами в семейном бизнесе. Это очень сложно отличить их стиль друг от друга. В этом сюжете я показываю возможные работы детей Крис Пейн Ванды Постаршего. Ну вот, собственно говоря, и все, не очень много информации. Все, что я мог найти о Крис Пейне Ванды Постаршего. Голландскому издателю и гравюром и основателем династии гравюров Крис Пейн. Все, пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok